Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В 2021 году весной на военную службу призовут более 2900 жителей Самарской области. Вот уже несколько лет отмечается тенденция к улучшению показателей годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Сегодня этот показатель составляет более 80%, что значительно выше, чем во многих других регионах Российской Федерации. В это время молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, начинают получать повестки, обязывающие их явиться на медкомиссию и пройти профессиональный и психологический отбор. О сроках его проведения, а также о том, кто именно будет интересен военкомату, сегодня расскажет мой гость в студии, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Самарской области, подполковник Дмитрий Олегович Шевчук. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, когда официально начнется весенний призыв, когда закончится, расскажите, пожалуйста. Официально весенний призыв уже начался с 1 апреля и продлится до 15 июля текущего года. Подлежат призыву все граждане, не пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет и не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья, а также отсрочек от службы в армии. Вот давайте на этих темах мы остановимся поподробнее, но тем не менее я хочу вопрос задать, все-таки какие меры профилактики COVID-19 будут приниматься в ходе проведения весенней призывной кампании? Значит, по вопросам профилактики в каждом военном комиссариате муниципальном установлены барьерные контроли. Сидит сотрудник медицинской фельдшера или врач, который каждого призывника осматривает на предмет температурного режима, потом обрабатывает руки, выдает бахилы, если нет призывника, маски также выдается и следит за соблюдением социальной дистанции между призывниками по прибытию их в военный комиссариат. Хорошо. Сколько длится сейчас срочная служба и вообще с какого момента она зачитывается? Военная служба по призыву не претерпела изменений сроков и составляет 12 месяцев. Первый день службы в армии считается день убытия со сборного пункта и присвоения звания рядового. Хорошо. Но все-таки есть ли какие-то обязанности у новобранца во время призыва? Как себя вести? Что нужно делать? Кого слушаться? Ну, конечно. В любом случае, переступая порог военкомата, от всех призывников требуется соблюдение дисциплины и того установленного порядка, который необходимо придерживаться на всем периоде нахождения в военном комиссариате, дабы исключить, опять же, скученности среди призывников и выполнение всех необходимых мер безопасности по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции на призывных пунктах. Да. Вот все-таки должен ли призывник сообщить военкомат, ну, к примеру, о временном отъезде с места жительства? Вот молодой человек понимает, да, что он прилежит к призыву в армию, но нужно куда-то вот срочно уехать. Вот каковы действия в этом плане? Конечно, он должен прибыть в военкомат и дать информацию о том, что он собирается переезжать сроком, если более на три месяца, в другой регион, либо в другой район. Да. Вот, обязан предупредить военный комиссариат о своем передвижении. Но вот все-таки документы какие-то должен призывник принести призывной комиссии, либо должен просто явиться в сроки, вовремя и сам? Нет, на призывную комиссию граждане вызываются для того, чтобы вынести по ним решение. Да. Вот, если у гражданина имеется право на отсрочку, ну, как справка из учебного заведения, например, он обязан, конечно, ее представить на комиссию, чтобы по ней вынесли решение об отсрочке. Также, если у него есть медицинские какие-то показания по определению категории годности по здоровью, также он должен представить на рассмотрении данные документы. Вот. Либо какие-то еще документы по семейному положению. Все эти документы для обоснованного решения призной комиссии по каждому призывнику. То есть вы хотите сказать, что несмотря даже на то, что молодой человек учится в том или ином учебном заведении, ему все равно повестка придет и все равно прийти в призывной пункт нужно? Обязательно. В соответствии с федеральным законом 53-м о воинской обязанности и военной службе оповещается гражданин, как правило, за три дня до даты прибытия в военкомат. Вот. И прописываются, какие необходимо с собой иметь документы, а также рекомендуется иметь с собой на путь следования и обратно маски, перчатки, бахилы. Скажите, а каким образом сейчас оповещаются призывники? Оповещаются призывники как через руководителей организации учебных заведений, либо лично по адресам проживания, местожительства, либо по рабочим. Вот сейчас все-таки есть, и я уверена, что установлены категории годности к военной службе. Расскажите, пожалуйста, о них, и я прошу это сделать подробнее. Да, всего их пять. Категория А – это годен везде, в любые войска, в любые виды рода вооруженных сил, без ограничений. Категория Б – это годен с незначительными ограничениями. Вот, то есть спецназ, например, он не годен, но также войска связи вполне пойдет. Категория В – это ограниченно годен, то есть в мирное время он не призывается, но в военное время также становится под ружье и выполняет обязанности в соответствии с военным положением. Если все-таки новобранец не согласен, а не рассказали, да, прошу прощения. Значит, еще есть категория Г – это временно негоден, то есть имеется какое-то заболевание, либо незначительное, которое в период полугода или года лечится, и также он имеет положительные сдвиги по своему здоровью, и он становится либо в А категорию, либо в Б категорию, то есть годен к военной службе. И крайняя категория – это Д – это инвалиды, то есть негоден к военной службе, и он сразу занимается с воинского учета без перехода в запас. Как сейчас вообще проходит медкомиссию, призывник? Расскажите, каких врачей проходит? Значит, врачей он проходит в военном комиссариате порядка восьми. Это хирург, терапевт, окулист, стоматолог, дерматолог, психиатр, нарколог. С этих врачей он проходит максимально, смотрит его состояние здоровья, опять же, по представленным документам, чтобы, если вдруг какие-то есть заболевания, либо он предъявляет жалобы, его, соответственно, направляют на медицинское обследование дополнительное. Если вдруг невозможно установить диагноз прям по документам, которые имеются в личном деле. И он прибывает потом уже с установленным диагнозом, по которому врач принимает окончательное решение и выносит на решение призной комиссии. Вы сказали, по предоставленным документам означает ли это, что призывник должен с собой принести свою медицинскую карточку? Для более полного и четкого, конечно, выставления диагноза это рекомендуемо. Для призывников, чтобы они свою карточку, которая велась с детства, с собой приносили и врачам представляли все документы, начиная, грубо говоря, с рождения и по состоянию на сегодняшний день. Окончательный вердикт выносит медкомиссия уже непосредственно на призывном пункте. Правильно я вас понимаю, да? Вердикт по категории годности. По категории годности, да. Но вот если все-таки призывник не согласен с решением призывной комиссии, может ли он это решение обжаловать? Если да, то как это сделать? Да, он может обжаловать решение призывной комиссии в случае, если он не согласен, вышестоящую призывную комиссию субъекта Российской Федерации, либо в суд на общих основаниях. Ну, а все-таки кому дается сейчас отсрочка от призыва на военную службу? Знаете, отсрочек достаточно много. Вот, я все перечислять не буду, они все указаны в общем доступе, федеральный закон 53-й. Но основные хотя бы, пожалуйста. Основные это по учебе, основные студенты. Вот, это также граждане, имеющие там двух и более детей, то есть семейные, по семейному положению. Граждане, которые поступили на службу в органы внутренних дел, войска национальной гвардии и так далее, по окончанию соответствующих учебных заведений и присвоению офицерского звания. Ну, и также отсрочки даются по состоянию здоровья. А скажите, а может ли, могут ли вообще призвать на службу выпускников школ в период между датой окончания учебного заведения и между поступлением в ВУЗ? Нет, призвать не могут. Дают возможность каждому призывнику реализовать свое право на образование. Да. Вот, до 1 октября текущего года, ну, с момента окончания учебного заведения, он может выбрать себе либо высшее профессиональное образование в ВУЗ, либо специальное, среднепрофессиональное образование. Вот, то есть до 1 октября у него есть достаточно времени для того, чтобы поступить и продолжить обучение. А если у нас сейчас в Самаре ВУЗы с военной кафедрой, если молодой человек учится вот в таком учебном заведении, а каким образом здесь решить вопрос? Да, военная кафедра, она позволяет также пользоваться срочкой по учебе, но по окончанию учебного заведения с призывниками, которые там обучаются, проводятся сборы, вот, приводятся к военной присяге и также по выпуску зачисляется в запас. А вот скажите, пожалуйста, могут ли призвать сейчас на военную службу проживающего в России иностранного гражданина? Нет, вооруженные силы по призыву, службы по призыву, могут направляться только граждане Российской Федерации. А если гражданин, ну, вот, все же по какой-то причине вовремя не явился по повестке в военкомат, это будет считаться уклонением от военной службы? Вы знаете, подход, опять же, индивидуальный, надо разбираться, по уважительным причинам он не прибыл, либо по неуважительным. Если по уважительным, то вопросов нет, выдается следующая повестка на определенную дату. Если это неуважительная причина, то, конечно, здесь уже надо будет разбираться, что за это грозит. Это административный протокол с штрафом 3000 рублей, либо это уголовная статья 328, если это уклонение, то там до двух лет лишения свободы. Но в армии все четко, и причину уважительную нужно доказать. Вот какие основные уважительные причины являются основанием для пропуска? Уважительными причинами являются это заболевание гражданина, подтвержденное документально. Соответственно. Да, либо тяжелое состояние его родных и близких, либо это какие-нибудь природные катастрофы, в связи с чего он не мог прибыть. То есть вот эти являются уважительными причинами. Но все нужно подтвердить. Независящее от него, да, и подтвердить, конечно, документально. Хорошо. Вы сказали, какая ответственность предусмотрена за уклонение от военной службы, но все-таки, наверное, конечно, не стоит допускать вот таких вот крайних мер, но действительно ли наказание будет? Конечно. За прошлый год у нас заведено 21 уголовное дело по статье уклонения от прохождения военной службы 328. Из них сейчас в производстве еще находится 6. По остальным вынесены решения, в основном оштрафованы. Реального срока никто не получал, но штраф по уголовной статье, он также считается уже на всю жизнь черной меткой. Да. Мы с вами встречались, когда был осенний призыв. Вот все-таки сравнивать осеннюю кампанию и весеннюю. Может быть, приведете какие-то цифры, статистики? Ну и вообще молодые люди сейчас охотно идут служить в армию? Вы знаете, в основном да. В основном люди идут с желанием, понимая, что свой долг и обязанность они должны исполнить. Тем более, что сейчас служба в армии проходит всего 12 месяцев. Они не успевают даже понять, как все это произошло от начала, и уже вроде как и демобилизоваться пора. Тем более, что они за период службы, во-первых, понимают, что такое самостоятельность. Они живут все 12 месяцев в мужском коллективе. За это время происходит становление их характера. И они домой уже пребывают с совершенно другими людьми, с совершенно другими взглядами на жизнь. И что самое главное, что с военным билетом отслуживший гражданин имеет зеленый свет по всем направлениям в любое учреждение, госслужбы, каких-нибудь силовых структур, поступление туда и продолжение дальше своей карьеры. А вообще авторитет армии сейчас среди молодых людей насколько серьезный? Высок, низок, либо, может быть, какие-то средние показатели? Знаете, в настоящее время он все больше растет, потому что также ваши коллеги достаточно часто показывают сюжеты, как проходит служба в армии, какие там условия, насколько сейчас все комфортно. И, в принципе, телефоны разрешены, правда, без этих широких мультимедийных возможностей. Вот также позвонить можно и родным, и близким в установленное время, и в том месте, где командир определит. То есть увольнительные? Увольнительные, конечно, все это есть. Проживание у них в отдельных кубриках на 4-6 человек, не так, как раньше в казарме находилось более 100 человек. Сейчас у них все отдельно, душ, горячая вода, стиральные машинки, полностью обеспечение и одеждой, и продуктами, ну, в общем, причем продуктами на выбор, не то, что там одно блюдо. Он может выбрать там из 3-4 блюд себе то, что ему хочется. Ну, то есть служить комфортно, полезно для здоровья, ну, и для саморазвития, конечно. Вы знаете, я сейчас предлагаю прерывать ненадолго наш разговор и посмотреть как раз старт весенней кампании 2021 года. Мой коллега снял видеосюжет, давайте посмотрим, как, собственно, это все происходит уже на месте. Защищать родину – долг каждого молодого человека, уверен Егор Лавров. С детства молодой человек мечтал пойти служить в армию, ведь он из семьи военных. Отучившись в Международном институте рынка, решил пополнить ряды новобранцев. В принципе, молодой человек должен хорошо, чтобы хорошо трудоустроиться, должен пройти срочную службу в армии. И работатель тоже на это смотрит, на дисциплину, которую нет армии. В промышленном районе планируют призвать на службу около 200 человек. А всего от Самарской области в ряды российской армии направят около 3000 новобранцев. Все призывники обязательно сдадут тест на коронавирусную инфекцию, а все призывные пункты и транспорт пройдут санобработку. К местам прохождения военной службы молодых людей начнут отправлять с 15 апреля, заявили ранее в Центральном военном округе. Пока что проходит подготовка. Сейчас они проходят мероприятия, связанные с призывами, медицинскую комиссию, про психотбор. Потом также они сейчас все проходят, если есть какие-то у них заболевания выявленные, мы им даем направление в медицинские учреждения, там их тщательно обследуют. И потом уже также на комиссию выносится решение, он будет призван в вооруженные силы или нет, он будет ограничен годным по состоянию здоровья. На основании медицинского освидетельствования юношей распределят в тот или иной род войск. Уже известно, что четверо ребят из промышленного района определены в президентский полк России. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Дмитрий Олегович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот учитываются ли пожелания самих молодых людей служить в тех или иных войсках? Ну вот, допустим, состояние здоровья позволяет, хочет быть человекным десантником, к примеру. Вот здесь идут навстречу самим новобранцам? Конечно, на призной комиссии при вынесении решения определяется вид и род вооруженных сил, куда его предварительно предназначить. А также на сборном пункте, уже в соответствии с рекомендациями, направляем в те воинские части по решениям призных комиссий муниципальных военкоматов. Какие вообще сейчас доступны войска? Где вообще сейчас служит наша молодежь? Вы знаете, наша молодежь служит по всей России, во всех округах военных. В основном мы комплектуем свой центральный округ, но также у нас есть задания и на комплектование западного военного округа, южного военного округа, северного флота и восточного военного округа. То есть по всей России наши призывники служат. В том числе 15 человек у нас представляют Самарскую область в президентском полку. Так, а что нужно знать, уметь, какими, может быть, особенными качествами обладать, чтобы попасть в президентский полк? Кстати, много желающих? Желающих достаточно много. У нас большой конкурс попасть туда. Прибывают представители от президентского полка для отбора таких граждан. Мы представляем всех желающих, которые заявили о том, что они хотят там проходить службу. Среди них производится отбор очень такой жесткий, я вам скажу. Состояние здоровья, внешний вид, все имеет место быть, да? Конечно, и рост, и внешний вид, и состояние здоровья, все это обязательное для того, чтобы попасть туда. А в чем особенности этого полка? Потому что это одно из самых показательных воинских формирований в наших вооруженных силах. Все встречи первых лиц и высших государственных чиновников других стран, это все на плечах нашего президентского полка. Также ездят они, можно сказать, по всему миру с выступлениями. Поэтому представляют... Участвуют в парадах, наверняка, да? Конечно же. А давайте поговорим об альтернативной гражданской службе. Скажите, пожалуйста, вот какой срок ее ныне? В настоящий момент срок службы составляет 21 месяц. Да. Но если предзывник проходит ее в организациях вооруженных сил, либо других воинских формирований, то срок службы составляет 18 месяцев. Но все-таки стоит отдавать предпочтение альтернативной службе? Вы знаете, по опыту, скажем так, последних трех лет на альтернативную гражданскую службу было направлено в 2019 году 6 человек, в 2020-м 3 человека, вот в этом 8 человек планируем отправить. Хорошо. Если сопоставлять цифру по призыву, то она, можно сказать, незаметна на фоне тех, кто отправляется на военную службу по призыву. Мы с вами коротко, на мой взгляд, поговорили о преимуществах сейчас прохождения службы в армии. Все-таки какие бы вы плюсы назвали еще, Дмитрий Олегович? Уже человек опытный, который в армии не один десяток лет, да? Так точно. Ну что, вооруженные силы, они всегда оказывали на наше молодое поколение исключительно правильное воспитание, дисциплину прививали к людям, правильно смотреть на вещи и, само собой, привучать к самостоятельности и готовы мы к самостоятельной жизни после службы в армии. Конечно же, за период службы они находят друзей, с которыми потом на протяжении всей жизни общаются, поддерживают отношения, созваниваются. Сейчас с этим вообще проблем нет по соцсетям и так далее. То есть очень много положительного. И тем более, что вот за такой короткий срок, 12 месяцев, это, можно сказать, как экскурс. Насколько налажен порядок? Я имею в виду все-таки снизилось ли количество, не могу не задать этот вопрос, несчастных случаев. Вот какая сейчас в армии дисциплина? Вы знаете, этот вопрос сейчас очень контролируется. Ну, не только сейчас, он всегда контролировался, но в настоящее время этому вопросу уделяют особое внимание. И еженедельно представляются доклады по состоянию службы войск, в которых видно динамика, что идет снижение несчастных случаев, также самовольных оставлений части и каких-либо попознавений в плане неустановых взаимоотношений. То есть это все снижается и гораздо меньше становится по сравнению с прошлыми годами. Ну, то есть все-таки то понятие, да, вот как раньше существовала дедовщина, оно вообще сейчас в армии имеет место быть? Ну, я вам скажу, что вот за последние три года такого понятия я уже не слышал. Хорошо. Призывников и их родителей всегда беспокоит вопрос, что брать с собой ребятам в армию. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос этот. По большому счету в армию брать ничего не нужно, потому что полностью всем обеспечат. По прибытию, во-первых, на сборный пункт оденут обоют, дадут на путь следования рацион питания. Вот. По прибытию в воинскую часть также предоставят и спальное место, и также горячее питание, вещевое обмундирование. Вот. На сборном пункте также выдаются сим-карты всех операторов, для того, чтобы могли общаться с родными и близкими. Банковские карты мне тоже обеспечивают на сборном пункте для получения денежного удовольствия. То есть по прибытию уже в воинскую часть призывник максимально обеспечен со всех сторон и может спокойно и комфортно продолжать свою службу. Вы сказали, что обеспечит пайком. Вы пришли не с пустыми руками. Давайте мы покажем, расскажем, что призывникам дают с собой. Ну и, собственно, как многие мамы беспокоятся, вот будет он голодный. Будет ли? Вряд ли он будет голодным. Просто по опыту призывник даже не может осилить суточную норму, которая выдается, вот так выглядит индивидуальный рацион питания на одни сутки. Я не знаю, камера берет это или нет? Да, мы обязательно покажем. Ну вот, вкратце расскажите, покажите, что здесь находится. Значит, здесь концентрат напитка. Развести можно будет водой. Повидло яблочное, пюре из яблок натуральное. Как и мясные, так и сладкие продукты имеются. Также шпик соленый. Паштет печеночный. Фарш колбасный. Икра из баклажанов. Герметично, да, упакована, все аккуратно, сложено. И, кстати, таким образом, чтобы это можно было еще и разогреть. Есть таблетки сухого спирта на вот этой железной подложке. То есть его зажигают, ставят сверху, и он разогревается. То есть он всегда может теплого, горячего покушать. Также вот сыр плавленый. Срок годности, качество, все соответствует густам. Конечно, конечно, все это контролируется. Все, никаких продуктов, которые уже в срок годности истек здесь не допускается. Вот, паек годен два года. То есть этого достаточно для того, чтобы ничего здесь не испортилось. Все герметично, в вакууме. Поэтому проблем с хранением и транспортировкой нет. Сами новобранцы что говорят, когда попробуют, нравится? Ну, новобранцы, конечно, для них, во-первых, это новинка. Потому что в домашнем рационе питания этого нет. Вот, поэтому, конечно же, это новая и вполне вкусная пища. Вот, кроме всего прочего, имеется даже вот жевательная резинка. Ну и, конечно, как же без хлеба? Да, хамейские галеты. Куда без них? Да, халебцы. Вот, помимо всего прочего, имеется и кофе, и чай, и сливки. Вот, в общем, полностью вот этот рацион питания на сутки. И его, в принципе, ну, не каждый солдат может освоить. Потому что, ну, действительно много. Хорошо, спасибо большое. Ну, давайте мы перейдем к итогу нашей программы в заключении. Конечно, что бы хотели в первую очередь пожелать людям призывного возраста, возможно, обратиться к родителям. И все еще я настаиваю на заключительном вопросе. Почему сегодня все-таки стоит молодым людям идти в армию? Самое главное, что на сегодняшний день служба в армии – это почетно. И по истечению срока службы призывники могут, во-первых, остаться на контракт. Да. Вот, что подразумевает под собой и обеспечение бесплатным жильем по линии Министерства обороны, обеспечение пенсии ранней, не по возрасту, а по выслуге лет службы. Вот. Также это гарантированное трудоустройство на весь период службы. Вот. И также много соцподдержек семьям военнослужащих. В том числе и медицинской составляющей в военных госпиталях, никаких платных клиник, ничего. Все они там проходят как военнослужащие, так и члены их семей. Ну что же, спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну что же, весенний призыв стартовал, он идет. Ну и молодые люди, кто обязан служить в армии, обязательно нужно это сделать, отдать, как говорится, свой долг Родине. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова